Рубль упал, доллар вырос в цене. Денежные накопления могут обесцениться в любой момент, полагают многие. Поэтому теперь самая востребованная инвестиция – недвижимость. Так Наталья Пешкова на днях купила в ипотеку однокомнатную удалевку. Признается, сделку заключить спешила. Я как инвестор выступаю здесь, и получается, чтобы ее можно было продать с прибылью. Риски, они оправданы. Потому что купив, например, за полтора миллиона квартиру, через год она уже стоит почти два, а то и больше. Цены на недвижимость растут быстро. В декабре двухкомнатная квартира стоила примерно миллион восемьсот тысяч рублей, сейчас два миллиона двести тысяч. Риэлторы нарасхват в тренде ипотека на квартиру в новостройке, но эксперты по недвижимости считают, что это рискованно, учитывая, что начался постепенный рост процентной ставки. В условиях инфляции, уверены эксперты Центробанк, не сможет это долго сдерживать. Если ипотека, то нужно очень сильно подумать. Должна быть хорошая подушка безопасности. А в сегодняшнем случае лучше инвестировать во вторичный рынок, потому что вы можете сдать ее в аренду и, соответственно, перекрывать ипотечные платежи. В ипотеку новостройки на сегодняшнем непонятном сумбурном рынке за счет именно ипотечных средств я не рекомендую. Аналитики говорят, квартиры подорожают. Из-за пандемии объявлены кредитные каникулы, после банкам нужно будет восполнить убытки, как и застройщикам. Но, со слов экспертов, инфляция не будет резкой. Это точно произойдет не завтра. Это будет планомерное, вяло текущее развитие событий. Однако это будет связано, скажем так, с тем, что будут подниматься цены на энергоснабжающие какие-то моменты, когда застройщик строит, он вкладывает деньги, покупает более дорогой металл, более дорогой какой-нибудь там кирпич. Соответственно, инженерные все инфраструктуры начинают поднимать свои цены, и отсюда складывается рыночная стоимость. Грядущая нерабочая неделя может превратиться в затяжной карантин, а купли-продажи онлайн невозможно. Много сделок сорвется, риэлторы останутся без дохода, а люди без жилья. А это значит, при упадке спроса оно на время подешевеет и приведет застройщиков к кризису. Последние говорят, что пока не могут сориентироваться в ситуации. Уж слишком хаотичен сегодня рынок. Единственное, что остается – собраться и переждать бурю. Рано или поздно все стабилизируется.